Рис, куриное мясо, яйца и морковь. В статистике подсчитали, что подорожало и подешевело за последнюю неделю, а покупатели поделились своими отнюдь неоптимистичными наблюдениями. Несовершеннолетних задерживают за ношение запрещенных предметов, беспризорность и прогулки в ночное время. Только за первые сутки ОПМ в участки доставили свыше 180 подростков. 17-летняя Актюбинка, оставшаяся сиротой, нуждается в помощи. После недавней смерти матери младшую сестру определили в детдом. Жилье оказалось заложенным, а коммунальные долги растут. Здравствуйте, в эфире программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. За последнюю неделю в Актюбе заметно подорожали рис, куриное мясо и морковь. В областном управлении статистики отмечают, что удешевление продолжает наблюдаться на яйца первой категории. За семь дней они подешевели почти на 3%. В городских супермаркетах сейчас есть все основные продукты питания. В первую неделю лета сюда поступает и огромное количество пока еще тепличных овощей и привозных фруктов. Покупатели отмечают некоторую разницу между ценами на рынках и в супермаркетах. Но практически все утверждают, что цены неуклонно растут. Я обычно хожу на колхозный рынок, но там намного дешевле, чем в супермаркетах, потому что все равно оптовые цены, они же 41-го привозят. Я бы не сказала, что в Анварах или в Динах. В Дине очень дорого. Это я не смогу сказать, чтобы я это подешевел. Наоборот, каждый день растет. Ну, единственное, это супермаркет, куда хожу. Как-то более-менее здесь овощи. А на рынок куда-нибудь? Нет. Ну, различия есть, да, в цене между рынком и супермаркетом? Да, есть. По статистическим данным, за последние 7 дней подорожали только 3 наименования продуктов. Дешевле стали только яйца. Отметим, что их стоимость снижалась и в предыдущие 2 недели. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары по городу Октябрь, включающие 19 наименований, с начала года составил 103,7%, РК – 104,3%. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за неделю составил 100%, РК – 101%. Значительное повышение цен за неделю на 6 июня 2023 года отмечено рис на 1,7%, части курицы на 0,3%, морковь на 2,3%. Снижение цен наблюдалось на яйца первой категории на 2,7%. Сейчас на прилавках килограмм риса можно купить за 547 тенге, гречку за 318 тенге, макароны за 265 тенге, сахар за 417 тенге и муку от 625 тенге за килограмм. Самая дешевая пачка соли стоит 54 тенге, литр подсолнечного масла от 507 тенге, а десяток яиц категории С0 – 304 тенге. Из овощей на прилавках местные тепличные помидоры по 499 тенге за килограмм и огурцы по 383 тенге. Наличие капуста по 164 тенге за килограмм, лук по 246 тенге, картофель по 329 тенге и подорожавшая за эту неделю морковь по 294 тенге за килограмм. Актюбинских подростков задерживают за ношение запрещенных предметов, беспризорность и нахождение вне дома в ночное время суток без присмотра родителей. Накануне стартовало оперативно-профилактическое мероприятие подросток и за первые сутки правоохранители доставили в участки 182 несовершеннолетних. Из них 139 за нахождение в ночное время. Помещено в Центр поддержки детей, оказавшись в трудной ситуации, 4. В том числе в ночное время, двое несовершеннолетних. Помещено в детские государственные учреждения дома малютки, двое. Задержаны несовершеннолетним за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, один факт. Участие в ОПМ принимает 515 человек. Это полицейские, сотрудники облздрава, облано и местных исполнительных органов. В ходе рейдов полицейские проверили по месту жительства 207 неблагополучных семей. В них было выявлено 169 административных правонарушений. Это несоблюдение правил воспитания детей, мелкое хулиганство и отпуск своих чатов в ночное время на улицу без сопровождения. ОПМ продлится до 9 июня, заключили полицейские. Возбуждать уголовные дела по фактам бытового насилия без заявления жертв начнут в Казахстане с 1 июля. Об этом ранее сообщала Пресс-служба Министерства внутренних дел. По обновленному закону ужесточено и наказание за насильственные действия в семье. Октябрьские правозащитники сегодня рассказали, насколько плачевна ситуация с бытовым рукоприкладством в нашем городе. Как сообщали в МВД, 1 июля полиция переходит от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволят возбуждать дела без заявления потерпевших. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей, камер видеонаблюдения и видеорегистратора. В нашем городе проблема возбуждения уголовных дел над бытовыми тиранами стоит весьма остро, говорят правозащитники. Практически 90% когда женщина попадает в такую ситуацию, ситуацию бытового насилия, заявление забирает обратно. Причины могут быть разные. Страх, что он сейчас вернется домой и все это продолжится. Опять же штрафы, которые налагаются не на него, но на семью, на семейный бюджет. И поэтому во многих случаях заявления обратно возвращаются женщинами, прощаются. И на суде бывает, что все прощаю, я оказываюсь от претензий, и на этом дела закрываются. По словам правозащитников, в Октюбинский центр духовно-нравственного воспитания почти ежедневно обращаются новые жертвы бытового рукоприкладства или морального подавления. В фонд «Арыс» приходят и мужчины. По данным полиции, по обновленному закону были увеличены сроки наказания за преступления в семейно-бытовой сфере. Если ранее предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы. По данным МВД, с начала года по стране в полицию поступило более 35 тысяч обращений по фактам бытового насилия. К административной ответственности привлекли 6 тысяч правонарушителей, 300 к уголовной. Однако в большинстве случаев потерпевшие отказываются от разбирательства после прибытия сотрудников полиции. Только 17% агрессоров фактически понесли наказание. Влад Рогушев, программа «Факт». 17-летняя Актюбинка оказалась в сложной ситуации. После недавней смерти матери девушка вынуждена решать еще и квартирный вопрос. Жилье оказалось заложенным, а коммунальные долги растут. Младшая сестра в детдоме, а сама Карина Шугаева в одночасье, став сиротой, ищет помощи. Будущий стилист-парикмахер Карина сейчас учится на первом курсе колледжа. Девушка получает стипендию и живет в общежитии учебного заведения. Но за этим улыбчивым лицом скрывается волнение за пятилетнюю сестренку, которая сейчас находится в детском доме. После того, как мама умерла, нас забрали с сестренкой в детдом. Когда это было? Какого числа, я не помню, нас забрали. В апреле? В апреле, да. В этого года? В этого года, да. А дальше ты поступила в колледж? Нет, я уже там училась, но меня переселили в общагу с колледжа, получается. Потом я начала решать проблему насчет квартиры, потому что через год мне исполнится 18 лет, я хочу сестренку забрать себе. Но квартира под арестом, у нее куча долгов по квартире, и мне сказали, в течение полугода надо вступить в наследство. Но я не могу в нее вступить, потому что квартира под арестом. Сколько сумма долгов за воду и за... Честно, я не знаю полную сумму, но я знаю, что за свет 77 тысяч, по воде еще больше. После смерти матери сестрам по наследству досталась квартира, где они и жили всей семьей. Но, как выяснилось, жилье проблемное и имеет порядка 70 тысяч деньги долга за свет. Также есть долги за воду и непогашенный покойный кредит. Карина не знает, кому обратиться за помощью, чтобы решить вопрос с такой задолженностью, так как стабильного заработка несовершеннолетняя девушка не имеет. А уже через 4 месяца ей нужно вступать в наследство, и она хочет забрать к себе сестренку и жить с семьей. Я хочу, чтобы мне, как сироте, и моей сестренке просто помогли перекрыть вот эти долги по квартире, и чтобы я там сделала ремонт и жила там сестренка, чтобы забрать ее под опеку. Я не хочу, чтобы она в детдоме осталась, потому что она еще совсем маленькая. С вопросом Карины Шугаевой мы обратились в городской центр социальной помощи, чьи сотрудники помогают нуждающимся гражданам. Там посоветовали, в какие компетентные органы девушка может обратиться. Ну, по данному вопросу, вы знаете, несовершеннолетними сиротами занимается отдел образования. Если лица старше 18 лет, то тогда занимается отдел по работе с инвалидами при ГУ, отдел занятий социальных программ. Гурс обезда. Ну, по коммунальным услугам я не знаю, это надо, наверное, представителю писать письмо, да, закону представителю, писать письмо, расписать всю эту ситуацию. Ну, возможно, будет какая-то, я даже не могу это точно сказать, но, наверное, коммунальные службы туда пойдут навстречу. Карина сейчас является студенткой Активенского колледжа промышленных технологий и управления. В учреждении ей оказывают необходимую поддержку, предоставив бесплатное жилье и горячее питание. Нашей студентке Карине Шугаевой сейчас оказывается помощь от адвоката. Он добровольно вызвался помочь девочке со вступлением в наследство. Сейчас квартира мамы Карины в аресте, так как мама брала кредит и оставляла недвижимость в залог. Также есть неоплаченные счета по коммунслугам. Адвокат занимается этим вопросом, чтобы в будущем все эти долги не перешли к Карине, когда она достигнет совершеннолетия. Также социальный педагог отметила, что Карина сможет взять опекунство над своей сестренкой только по достижению совершеннолетия и при наличии официального места работы. Возможно и то, что девочек может удочерить другая семья. На время разбиратель сестра Карины будет находиться в реабилитационном центре Айела, а сама девушка будет проживать в общежитии колледжа. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». «Для того, чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех», заявил президент Казахстана Касамжумар Такаев, выступая на международном форуме «Астана», пишет Кастак. Цитирую. «Этот форум непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо в периоды беспрецедентной геополитической напряженности. Для того, чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех, обеспечивая мир и процветание для большинства, а не для избранных», – сказал президент. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. В Петропавловске ликвидируют последствия урагана, накрывшего город после недельной жары. Еще днем 7 июня сохранялась сильная жара до 37 градусов, а вечером началась пыльная буря, гроза, усиление ветра с порывами до 29 метров в секунду. В ситуационный центр поступило 219 обращений, 90% которых связаны с отключением света. На 13-ти подстанциях города отключилось электричество. В основной части подачу электроэнергии восстановили в течение нескольких часов, сообщил Акимат. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают работу. Из-за сильного ветра упали старые деревья. Жертв и пострадавших нет. 17-летний студент утонул в Павлодаре, передает Костак. Его тело было обнаружено водолазами на расстоянии 25 метров от берега на трехметровой глубине. Погибший студент первого курса колледжа. Он отдыхал в компании друзей. Молодые люди купались в неустановленном месте. Полиция Таиланда задержала казахстанца, который подозревается в покушении на жизнь гражданина Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава российского генконсульства в городе Пхукет Владимир Соснов. Казахстанец задержан в международном аэропорту при попытке вылететь в Москву. В МИД Казахстана отметили, что официальной информации от тайских властей не поступало. Ранее сообщали, что неизвестный несколько раз выстрелил в россиянина, когда тот на своем автомобиле выезжал со стоянки. Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле. На голове его был полностью закрывавший лицо шлем. По данным местных СМИ, пострадавший владелец ресторана, популярного среди российских туристов. Пассажир задержанного почти на сутки самолета Шимкент-Кутаиси авиакомпании «Флайер Стан» потерял сознание во время полета. Воздушное судно вернулось в аэропорт. По рекомендации врачей, необходима была экстренная медицинская помощь на земле. Пассажир передан бригаде скорой помощи. Алматинский тиктокер пропал в горах ЖТСу близ города Текили. 36-летний Дамир Кушеев 7 июня вышел в эфир у плотины. После обрыва связи супруга Кушеева обратилась за содействием в его поисках к сотрудникам ДЧС. В настоящее время поиски продолжаются в горной местности. В них задействованы полиция, спасатели, кинологи с собаками. Бывший депутат Мажелиса Нуржан Альтаев оказался фигурантом дела экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей Атамикен Аблая Морзахметова. Альтаев подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутат Мажелиса, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Атамикена Морзахметова. Занимая государственные должности в период 2018-2020 годов, он, действуя в интересах Морзахметова, способствовал получению госзаказов и оказывал общее покровительство, сообщили в Антикоре. 10 мая стало известно, что Морзахметов задержан по делу о взятке в 30 миллионов долларов. Первый вице-премьер Роман Скляр заверил, что лично гарантирует завершение ремонта ТЭЦ и Кибастуза к началу отопительного сезона. Также первый вице-премьер заявил, что ранее в Кибастузе многие дома не готовили к зиме нормально. В ночь на 27 ноября прошлого года Кибастуз в 30-ти градусный мороз остался без тепла из-за остановки котлов на ТЭЦ. 18 тысяч наркоманов и 91 тысяч алкоголиков поставлены на учет в Казахстане, сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. На конец прошлого года в Казахстане насчитывалось 1919 наркологических коек. На принудительное лечение госпитализировано 3190 пациентов, 48% повторно. Из пролеченных 88% имеют алкогольную зависимость, 12% наркотическую. Большинство пациентов в возрасте от 40 до 45 лет. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. С 1 июля курьеры и таксисты будут обязаны платить налоги за оказанные услуги. Через специальное приложение это можно будет сделать без бюрократического лакита, уверяют налоговики. До 350 миллионов тенге смогут получить авторы перспективных научных проектов на их реализацию. Фонд науки наводит мосты между актюбинскими учеными и бизнесменами. Помощь по дому, покупка продуктов, сопровождение в поликлинику и на прогулку. Почти тысячи инвалидов и пожилых актюбинцев находятся под присмотром социальных работников. Субтитры создавал DimaTorzok Если ты несовершеннолетний, у тебя есть право на защиту. От буллинга, домашнего насилия, сексуальных домогательств и других проблем. Теперь защитить свои права стало еще проще. Реализуя концепцию слышащего государства, прокуратура города Актюбе разработала QR-код для детей и подростков. Он позволяет напрямую связаться с прокурором и оперативно получить правовую консультацию и помощь. Просто отсканируй QR-код и заполни форму обращения на сайте. Такие QR-коды есть во всех школах и колледжах, а также в торговых центрах и других общедоступных местах. У детей есть права. Их защищает прокуратура. Если имеются проблемы, реши в один клик. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Вы смотрите программу «Факт» на Рика ТВ. И мы продолжаем. С 1 июля курьеры и таксисты будут обязаны платить налоги. Через специальное приложение «ЕСАЛЭК Бизнес» они смогут сделать это беспрепятственно, зарегистрировав ИП, либо оформив себя в качестве работника компании. Для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, комитет госдохода запустил пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения «ЕСАЛЭК Бизнес». Через него регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе. Оператор платформы при выплате дохода удерживает и уплачивает причитывающиеся налоги и социальные платежи. Не будет необходимости приходить налоговые органы и само собой исключит ошибки и исчисления в уплате налогов. В управлении госдоходов представили информацию и о розничном налоге. На сегодняшний день по данному режиму работает 123 октябрьских налогоплательщика, 93 из которых – это индивидуальные предприниматели. Напомним, что режим розничного налога был введен с 2020 по 2022 год, а затем был возобновлен благодаря своему удобству. Отметим, что предприниматель, применяющий данный режим, вправе не вставать на учет в качестве плательщика НДС и уплачивать единый платеж в пользу работников. Одни из условий розничного налога – это иметь доход за год не более 600 тысяч МРП и численность наемных работников до 200 человек. Грантовые финансирования проектов октябрьских ученых обсуждали сегодня в стенах Западно-Казахстанского университета имени Оспанова. Максимальная сумма гранта составляет 350 миллионов тенге из госбюджета, а подлежат такому финансированию аккредитованные Министерством науки ВУЗа страны. Министерство науки и высшего образования дает возможность в виде гранта получения нашим аккредитованным университетам или ученым. Такой конкурс впервые проводится? Такой конкурс проводится с 2016 года. Проведены с 2016 по 2018 год, три года подряд. Потом в 2019 году, в 2020 году не было из-за карантина и дефицита грантовых средств. В последующем было в 2022 году, вот теперь в 2023 году. Ежегодно на получение грантов по реализации научных идей поступает в среднем 250 заявок, как говорят в Фонде науки страны. Одобрение получают около 60 ученых и предпринимателей в год. Одними из направлений их работы являются растеневодство и сельское хозяйство. На сегодняшний день соцработники посещают и помогают 961 октябринцу, среди которых одинокие пожилые люди, дети с инвалидностью и другие нуждающиеся в постоянной поддержке. Социальная работа – это большая ответственная миссия, которая требует дисциплины, психологической устойчивости и порядочности. Сейчас в штате Центра социальной помощи 116 человек, которые ежедневно помогают одиноким пенсионерам и лицам, имеющим проблемы со здоровьем. На данный момент у нас на обслуживании находится 961 человек. Из них 751 – это престарелые лица. Из 751 – 77 лиц с инвалидностью. И кроме того, у нас есть 210 детей с инвалидностью. Это дети со сложными заболеваниями, которые не посещают детские сады, школы. Они обучаются на дому. Наши социальные работники посещают наших опекаемых два раза в неделю по графику. Вся бытовая работа, поход за продуктами, сопровождение медпункта или помощь с документами ложится на плечи социального работника. Как говорит Назьяша Яхметова, социальной работой может заниматься не каждый. Для этого важно хотеть помогать другим людям от чистого сердца. Чтобы стать социальным работником, нужно обязательно образование. Педагогическое или медицинское. Средне, специальное или высшее. На данный момент у нас вакансий нет. Потому что это востребованное. Да, у нас коллектив устоявшийся. У нас нет таких случайных кадров. У нас вообще люди случайно не работают. Идут как-то по зову сердца. Труд социального работника оплачивается. Каждого нуждающегося в помощи человека посещают два раза в неделю. И благодаря такой поддержке опекаемые могут чувствовать себя неоторванными от общества. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». О спорте. Футболист лондонского Вестхэм Юнайтед Эмерсон добился исторического достижения после победного финала Лиги конференции против Фиорентины. Он стал первым игроком в истории футбола, побеждавшим в трех Еврокубках. Эмерсон имеет в своем активе победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и теперь в Лиге конференции. До итальянца бразильского происхождения ни один футболист не имел подобного достижения. Примечательно, что все три трофея он оформил с лондонскими командами. Помимо успеха в составе Вестхэма в Лиге конференции, он побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы вместе с Челси. Два предыдущих успеха датируются 2019 и 2021 годами. Кроме того, у Эмерсона в копилке имеются также титулы чемпиона Европы в составе сборной Италии и обладателя Суперкубка УЕФА с тем же Челси. Таким образом, Эмерсон также еще и первый футболист с выигравшими всех пяти турниров УЕФА. Напомним, что Вестхэм обыграл Фиорентину со счетом 2-1. Решающий гол был забит на 90-й минуте. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Не попадайтесь на уловки посредников. Не доверяйте сомнительным предложениям. Пройти обучение по программе «Бастов Бизнес» и получить грант в рамках национального проекта по развитию предпринимательства можно совершенно бесплатно на официальных порталах business.embek.kz и skills.embek.kz. Там же вы найдете пошаговую инструкцию, список необходимых документов и шаблон бизнес-плана. Вы можете рассчитывать на грант, если вы получатель адресной социальной помощи, пособия по многодетности или по случаю потери кормильца, если вы переселенец или кондас, имеете инвалидность или воспитываете ребенка с инвалидностью, при условии регистрации в качестве безработного, самозанятого или индивидуального предпринимателя со стажем менее трех лет. Не доверяйте никому вашу электронную цифровую подпись, банковские реквизиты и возможность действовать от вашего имени. Это грозит утечкой ваших персональных данных, напрасными тратами за бесплатные услуги, а в случае нецелевого использования возвращением гранта государству. Получайте пособия без посредников. За все, что кто-то делает за вас, отчитываться придется лично вам. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300 Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас.